Всем привет! Сегодня начинаю снимать видео одна. Никита сегодня уехал помогать родителям на стройке. Они очень хотят закончить строительство нового дома и к Новому году переехать туда. Сегодня он также заедет в город за продуктами и заберет мою посылку. Я сегодня запланировала много работы на кухне. Хочу испечь хлеб, приготовить беляши и сделать луковый суп. Вот здесь уже все подготовила, чтобы замесить тесто. Русская печь у меня уже топится. Сегодня нужно хорошенько ее протопить, потому что в ней готовить я сегодня буду много. Печки мы сейчас топим с резкой и горблем. Срезка помогает хорошо разгораться, а горбыль дает много тепла. И все это бесплатно. Сейчас готовлю тесто. Тесто делаю сразу же побольше. Оно будет как для хлеба, так и для беляшей. Тесто у них идет одинаковое. Для начала сделаем опару. Добавляю дрожжей. Где-то 50 грамм. Мне сегодня немного непривычно. Мы обычно снимаем видео с Никитой вместе, либо он снимает. Но я так редко очень снимаю. Поэтому сегодня я немножко так волнуюсь. Вы не обращайте внимания на это. Все дрожжи в миске. Добавляем воды. У меня здесь литр воды. И она у меня где-то 30 градусов. Добавляем столовую ложку сахара, чтобы дрожжи поднялись. И немного солим. Мучки. И оставим в эту минуту где-то на 30. Дрожжи должны у нас подняться, вспениться. Размешай. 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 Все оставляем в теплом месте минут на 30. Параллельно начинаю готовить луковый суп. Сейчас сделаю бульон на кости. Немного солим. И отправляем на огонь. Опара у меня еще стоит. Поэтому пока почищу лук для супа. Суп у нас луковый. И лука туда нужно целый килограмм. Ой, я уже плачу. Лук ядерный просто. Лук у нас домашний. Уродился в этом году хороший. Но все равно попадаются некоторые, где внутри начинают гнить. Вот этот хороший. В предыдущий пришлось весь изрезать. Гниет главное из середины. Странный. Вот так вот поднялась у меня опара. В этой кастрюле мы будем заведеть тесто. Ниже оно будет подниматься. Опару выливаем в кастрюльку. Добавим сюда сейчас еще сахара и соли. Так. Раз. Два. И соли. Сейчас хорошенечко перемешаем. Попробуем на вкус. Ну, хорошо. Так. И добавляем немного муки. Так. Продолжение следует... Замешиваем тесто. Муки добавляем понемногу, доводя тесто до нужной консистенции. В самом конце уже будем добавлять масло. Его всегда нужно добавлять в выпечку, чтобы выпечка была мягонькая. Ух, все в муке! Раньше я всегда тесто замешивала ложкой или вилкой. Вот баба Галя мне отдала вот такую вот тонкую лопатку. Ей замешивать тесто вообще очень удобно, особенно когда оно очень тугое становится к концу. У нас тесто уже почти готово. Остались последние шишки. Будем добавлять масло и ставить на печку. Это уже прямо чувствуется, как оно тяжело идет. Теперь добавляем растительного масла. Я делаю на глаз. Ну, обычно на такое количество теста можно, наверное, добавить 2-3 столовые ложки. Пока у меня стоит тесто, занялась снова супом. Нужно нарезать лук. На дно чугунка я уже положила сливочное масло. Так вот нарезаем лук. Покрупнее. Пассерваться он у нас будет стоять на каминке где-то 35-40 минут. Ужариться он должен где-то 3 раза. Стать таким карамельным, сладким. Потом мы будем добавлять туда бульон. Кстати, бульон уже сварился. Вот он стоит. Так вот нарезаем лук. Можно покрупнее, можно помельче. Но ничего страшного, он все равно у нас сварится. Я делаю покрупнее. Большая луковица такая. Так. Всыпаем. Посмотрите, сколько углей в русской печи. Они шают. От них идет очень сильный жар. Я уже поставила лук на каминку. Запомните, сколько его сейчас. Скоро его станет в 2 раза меньше. У меня уже поднялось тесто. Сейчас я его обомну. И поставлю еще минут на 15-20 на печку. Пусть еще немного постоит. Пусть еще немного поднялся. 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 сейчас готовлю фарш для беляшей мы никогда не добавляем лук фарш когда замораживаем его нам кажется что если добавить лук фарш и заморозить то после он получается не совсем вкусно сегодня еще хочу проэкспериментировать сделать одни беляши попробовать запечь в русской печки а другие на каминке никита приедет попробую кстати он звонил недавно говорил что он уже закончил с работой на дому и поехал в город значит он где-то через два-три часа были дома я как раз все успею я еще немножко добавила воды фарш чтобы он был такой пожиже рукой мешать так попробуем посоли надо еще чуть-чуть добавить так вот Добавляем сливочное масло. Проморгало тесто, пока делала фарш. Прилипло к крышке. Я, кстати, переоделась. Здесь стало в доме очень жарко. Сейчас сразу же принесла форму для хлеба. Подготовила их. Сейчас будем тесто высыпать на доску. Добавляем муку. Поделим его на 4 части. Три части у нас пойдут в форму для хлеба. И одна часть уйдет у нас на беляши. Вот у тебя такое хорошее получилось. Сразу же смажу руки маслом, чтобы тесто сильно не липло. Тесто получилось очень мягкое. Такое воздушное. Очень приятное. В муке тесто покатали. Она стала не липкая. Сейчас схожу за ножом. Разделим на 4 части. Пополам. Эту часть пополам. И эту часть пополам. Смазываем формы. Нужно их очень хорошо смазать. Я вот прикупила себе вот такую кисточку. Ей очень удобно смазывать любую бутичку. Смазывать нужно все борта. Чтобы наше тесто не прилипло и сильно не зажарилось. Так. Я все смазала. Сейчас укладываем тесто в формы. Так. Вот аккуратненько их подцепляем. Кладем. Нужно, чтобы тесто постояло в формах и поднялось. У меня, кстати, получилось более-менее все ровно. Равные части получились. Ну вот. Все готово. Теперь можно приступать к беляшам. Вернемся на минутку к супу. Посмотрите, как уварился лук. Какая консистенция у нас получается. Но это еще не все. Нужно, чтобы он еще постоял и был такой, как желез, что ли. Уже после будем добавлять туда бульон. Раскатала колбаску из теста. И буду отрезать от нее небольшие части. И делать кружочки. Сейчас аккуратно их раскатываем скалкой. Так, надо еще немножко тесто сыпнуть. А то липнет. Раскатываем скалкой. Откладываем в сторону. И ждем, когда тесто еще чуть-чуть приподнимется. Тогда будем накладывать начинку. Как говорит баба Галя, подождем, пока потремнется. Так. 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 Посмотрите, как у нас уварился лук. Можно даже сказать, что он обжарился. Он потемнел. Но это так и нужно. Сейчас добавляем к нему бульон. Сейчас еще минут 20. И будем убирать с печки. Делаем первый беляж. Добавляем мясо. Заворачиваем. И в целях эксперимента этот беляж испечем в русской печи. Там сейчас как раз очень хороший жар, но для хлеба еще рано. Наливаем масло, не жалеем, чтобы он обжарился как во фритюре. Так. Завернутым вниз. И, наверное, второй тоже испечем в русской печи. Берем ухват. Ставим беляжи в печь. Посмотрите, какой у меня большой длинный ухват. Специально для русской печи. И закрываем заслонку. Сейчас минут 15, думаю. И будем вытаскивать. Пока первые беляжи стоят в печи, я продолжу делать остальные. Я уже слышу, как булькает масло в печке. И это значит, что беляжи жарятся. Достаем беляжи. Кажется, они у нас очень хорошо получились. Беляжи я уже один раз заставала, переворачивала. Кажется, мой эксперимент получился. Думаю, что все остальные беляжи тоже пожарю в русской печи. Вкладываем на салфетки, чтобы лишний жир впитывался. Сейчас добавим еще чуть-чуть масла. Сковородка настолько горячая, что они уже прямо здесь жарятся. и убираем в печь. Румяные получились. Давайте обратно в печь. У меня тут работа в печи кипит. Жарятся беляжи и подготовила батон для супа. Позже все расскажу. Так, быстренько переворачиваем. Задвигаем. Закрываем заслонку. Никита уже приехал. Я сейчас, значит, захожу на почту и мне надо забрать посылку. Я там назвал свои данные. И мне из подсовки снесут вот этот мешок. Просто посмотрите, вот так вот человек его несет. Я говорю, это точно мне? Да, это точно вам. Я такой подхожу, смотрю, беру. Там килограмм 15. Катя, что ты там заказала? Да. Так все для дома. Это целый картофельный мешок. Если я согнусь, вот смотрите, я туда помещусь как раз. Роботы какие-то там что ли. Сейчас еще подъехал. На всю улицу просто стоит аромат пирогов. Это я это хлеб поставила. Ну вот или да, хлебом чем-то таким. Я сейчас перекушу. Надо еще идти, будет управляться. В общем, вот такая посылочка. Я даже сам заинтересовался, что там лежит. Катя постоянно что-нибудь заказывает, какие-то посылки. В общем, вот. Что у тебя, как тут дела-то вообще? Да, нормально. Я вон беляши дожариваю. Надо хоть раздеться. Хлеб в печке стоит. Суп почти готовый. Мы сегодня хорошо поработали. Там кочегарку сейчас делаем. Так что вот. Мешок поставил. Беляшики, да? Да. Хлеб у меня сегодня немножко не получился. Тесто сначала поднялось, потом упало. Я немножко проморгала из-за того, что готовила беляши. Ну, знаешь, по запаху пахнет хорошим, таким горячим, испеченным хлебом. Ну, главное, чтобы протекся на самом деле. Ну, то, что тут вот этой корочки нету, она тут не стоит. Ничего страшного. Сверху горбушки нет. Ну, ничего страшного. У нас такой хлеб. Снимать, стряпать. Я вообще сегодня думал, что ты снимать не будешь, потому что ты решила сразу же приготовить и суп, и хлеб, еще и беляши. И еще плюс при этом снимать, я как бы думал, что ты все-таки не будешь снимать. Ну, видишь, немного взвалила на себя работы. Думала, что все, успею. Но, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ну, в принципе, беляши у меня получились. Хреб, я думаю, пропекся. Главное не внешний вид, а главное вкус в этом деле. Так что сейчас еще попробуем. Ну, хрустящий. Доделываю суп. Сейчас мне понадобится мой зажаренный батон. Выкладываем его наверх. Рецепт, конечно, очень необычный. Тебе понравится. Я как-то видел, вообще, супы готовят в булках хлеба. Ну, типа там булка хлеба, вынимается мякиш, и туда наливается уже суп. Но перед этим она еще очень хорошо поджаривается, эта булка, чтобы она была твердая. Понятно, чтобы не разлилось это все. Так, теперь засыпаем сыром. И сейчас будем ставить в русскую печь. Запекаться это все. Нам надо, чтобы буквально запеклась верхняя корка, чтобы сыр расплавился. Там еще ничего жар-то? Нормально? Там хорошо, там вон еще даже угольки некоторые тлеют. Жар хороший еще, да. Все, закрываем. Катя на душа не выдержала. Мы только поставили суп в печь. Катя сразу же занялась распаковкой посылки. Конечно, я ее так долго ждала. Заказала всего для дома. Ну, я вижу по размерам-то посылки, что ты тут все заказала и сразу. Кому интересно, заказывала в интернет-магазине «Любимый Василек», здесь все ивановский трикотаж. Так. Пять вещей, вещей всяких. Ну, такое тяжелое. Мне кажется, понадобится твоя помощь. Это одеяло или что это? Там были и одеяло, и подушки, и все, что там вообще. Все, что можно. А, они, видишь, запаковали два таких пакета. Так, с какого начнем? Так, давай с этого и начнем. Первая у нас подушка с шелковым наполнителем, размеры 50 на 70. На сне экономить нельзя. Мягкая. Сон – это важно. Еще одна подушка, только размером побольше 70 на 70. Всего я заказала 4 подушки. Там одни нам, другие – Багагаля. Вот это необычная подушка с наполнителем «Баговые травы». Вроде бы она должна пахнуть. Давайте сейчас посмотрим. Ну, травы я там не ощущаю. Я знаю, сено на ощупь. Самое – это необычная подушка. Понюхай. Ну, такой есть какой-то тонкий запах. Не знаю, вроде обычная подушка. сена внутри точно нет но на ощупь она отличается вот это немножко до подушка луговые травы одеяло эвкалипт дальше что там будет лавандовые под одеяльники тоненькая но не толстая мы не любим спать под толстыми одеялами никите всегда жарко под подельником все нормально под утро обычно только замерзаешь это матрасник обычно мы на матрас стелим одеяло но она постоянно съезжает поэтому решил заказать вот такой вот на матрасник из бамбука здесь уже появляется такая целая гора это мне в риджике я попозже их открою посмотрю они как раз у тебя под свет подходят получается их два здесь один я заказывала себе и один побегали будем с ней ходить одинаковые полотенце из рогожки внутри никита в каком стиле все как мы любим прикольно красивый рисунок цвет менялся не слушающие красивую и зелененьким так это еще платочки я заказывала несколько пластов тоже и себе и побегали большие плотки мне надо отойти гжель похламал гжель сибирская у нас уральская роспись есть вот голубой это гжель так это наверное фартук тоже заказала два фартука обновить вишенки ягодки второго пока что не вижу где-то там снизу наверно ну наверно кармашек так махровое полотенце 50 на 90 кстати полотенце решили все поменять на на самом деле полотенце лишними не бывает это для лица для рук пойдет как раз строго мягонько какое глядь кружева ну а сейчас мы тогда на ярмарке одну купили скатерть сейчас еще сколько ты заказала ты их они с рисунками нет они идут с таким кружевом ну такие более строгие это как клеенка идет тряпичная не знаю вообще такая красота так это видимо второй фартук она будет в Алгарии договориться какой возьмет она какой возьму я тоже такой красивый голубые цветы рожь это я как понимаю васильки это мальчика прошлый раз футболка майка готовь сани с лета ты уже к новому году готовишься катя кстати очень любит этот праздник новый год да и я тоже его люблю постоянно наряжаем все дома какая красота гости придут положим друзья посмотрите сейчас на вас навеет праздником но они одинаковые как я понимаю по рисунку снегири елочка вот еще прикольно было бы такую скатерть купить на стол чтобы на новый год ее стелить я думаю что мы вот эти постели они тоже очень красиво просто надо будет украсить все так хорошо на столе поставить там свечи фигурки о это еще одно постельное белье будем открывать смотреть я не знаю там ведь что там еще у нас потом посмотрим прошлый раз ты сколько уже заказал это постельный я заказала три в прошлый раз я заказывала два одно еще побегали и в этот раз одно заказала ну пусть будет на сменку это у нас покрывало обожаю флисовые покрывало они очень мягкие под ними тепло видишь иногда упутаешься и засыпаешь в офисе такое мягкое трогай никит я уже чувствую что я так вот так вот закутаюсь уютненько да и заснула в кресле а ну как ну как это как бархатное такое ты там эту коробку решила оставить на потом на десерт то так все обходишь обходишь и и там что-то достаешь вообще как бездонный мешок просто все достается достается оттуда для рук серенькая не марка тоже все махровое вот друзья такая огромная посылка катя тут уже посмотрите какую гору всего наложила просто вся кровать уже вот это вот возьми синенькая и особо не это не без разницы большие полотенца здорово это для бани банны ну чё ты там до коробки добралась это подушка 4 это подушка если там были с луговыми травами там с этой шерстью 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 и ирина слушай подруга она такая мягкая она мягче чем те кажется я знаю кто на ней будет спать да надо было сразу две таких заказать то ну не знаю решил попробовать заказать разных тех помаленьку всех помаленьку да слушай ну она вообще такая мягкая ну все конец мы там про суп то уже забыли надо доставать мне точно надо идти доставать суп ну что будем пробовать катины кулинарные шедевры которые у нас сегодня на столе ужин я как полагаю будет очень плотный даже если все по чуть-чуть попробовать попробуй сначала беляши вот этот я сегодня делал эксперимент одни беляши сделала из пекла в русской печи а вторые уже что-то делала на плитке потому что поставила хлеб но это тут из печи да да это из печи ну я как такового отличия не вижу но вот внешне заметно что вот это вот на плите да да это на плите эти такие румяные такие прямо эталон я бы сказал беляшей найти уже такие немножко невзрачные получились но они как это более зажаристые получились но из печи тоже вкусно в принципе я как бы по вкусу разницы не вижу такой мне интересно попробовать супчик он без картошки да там только лук слушайте вкусно друзья я помню мы с тобой что-то наподобие в лесу готовили балагане мы делали луковую похлебку но делали ее по другому ну она такая и посветлее была здесь луку жареный такой да получается ну и в печи конечно любые вещи они получаются вот такие как вот пареные томленые вот они вот прямо тут доведены до конца то есть на плите возможно так не получится приготовить как в печи то есть именно печь вот дает вот этот вот эффект вот этой распаренности уже приготовленного я у мамы тоже поел сегодня я тоже у нее пироги были кстати мы посидели чаю попили стройка сейчас у родителей продвигается мы стараемся успевать как можно больше сделать пока погода позволяет холодов как таковых нету плюсовая температура стоит ну днем сегодня сколько было градусов 8 наверно ну где то так да пролетает снег уже временами ну тут же тает то есть он не лежит вот так что пока погода стоит мы успеваем делаем делаем там такую как пристройщик к дому типа котельный там будет находиться котел в общем я все время найду поснимаю так хотя бы вкратце пробегусь какую работу мы уже сделали но сейчас вот мы с ремонтом дома закончили с Катей работы у нас стало не так много с огородом тоже все закончили поэтому я стараюсь по максимуму сейчас помогать родителям на стройке то есть все что время есть свободное такое не то чтобы свободное но вот выделяю время еду и помогаю чтобы успеть возможно к новому году они уже заедут там в доме то осталось в основном такая внутренняя отделка то есть ну сейчас самое главное вот это отопление сделать вот работы много подключиться и можно будет заезжать да так что постараюсь выбрать время засниму я думаю вам это будет интересно как получается все я один раз снимал по моему там мы с папой тогда там обшивали комнату вагонкой вот но там особо не поснимаешь потому что мы торопимся то есть там папа все работает делает я тут ему помогаю что вот хотя бы покажу уже какой-то более-менее готовый результат что вот ну что продолжаем давай ешь ешь я уже вон тарелку почти навернула но все-таки мне кажется картошечка бы не помешала в этом супе может я просто привык все у меня супы всегда с картошкой то есть это прям такое основное блюдо у нас мы и запекаем когда вторые блюда какие-то делаем тоже все у нас картошка везде там и жаркое с картошкой и так пожарить картошку с мясом так в общем все у нас в основном это картошка но она сейчас вкусная свежая как бы надо успевать есть а мне кажется суп очень вкусный очень вкусный и необычный и беляши тоже очень вкусные я вообще в принципе люблю всю катину выпечку она готовит абсолютно все от пирожков вот там с капустой с мясом каких-то больших пирогов там до сладких тортов либо не хватит а перехвалишь маме у меня на день рождения вот стряпала можно будет еще что-нибудь постряпать какой-нибудь сладкий пирог торт шоколадный ну я больше люблю какие-то сметанные такие вот ну сметанник медовик вот эти вот прям это золотой эталон я бы сказал хорошо заявка принята заявка принята вот сейчас тоже стараемся прибирать хозяйство наше сейчас очень много мяса перерабатываем все там и сало и мясо идет на продажу также вот хотим тушенки сейчас время выберем я катя приготовлю мясо и катя нам будет тушеночку поварить в автоклаве автоклав у нас стоит уже готовый к работе так что нам тушеночки будут приготовить да тушенка хорошо быстро суп кинул не занимает место в морозилке во-первых мясо во-вторых это уже готовый продукт достал баночку открыл ну вообще как вот можно просто открыть банку и поесть например с хлебом вот особенно домашний хлеб из печи это вообще но я сегодня хлеб не трогаю потому что тут беляши есть их вот так вот хватит тут еще и суп с батоном вот я знаешь как люблю мама всегда у нас делала она как делала брала тушенку кидала туда лук все это пережаривала и вот это вот жирочек из тушенки тоже вываливала он так топится такой получается соус вместе с луком и она делала всегда макароны добавляла но я всегда любила почерпать этот соус так ложкой поесть макароны вместе с тушенкой но у нас кстати тушенка получается достаточно жирная потому что это свинина и при этом это свинина домашняя но жир там конечно он такой он настоящий не как вот в этих покупных банках например с тушенкой там порой откроешь как-то мы отбрали в походы тушенку открываешь а там не жир а какая-то белая пластмасска ну просто залита ты ее берешь она так ломается ну ее топишь там она и не топится толком в общем там одно название какое-то да там и мясо считай фарш какой-то ну да это даже сейчас эта проблема есть даже с дорогой тушенкой когда вроде берешь ценник большой на тушенку думаешь там откроешь будут это вот мясо волокна открываешь а там вот этот фарш перекрученный непонятно не говори мне об этом домашняя тушенка она уже проверенная то есть ты уже знаешь что ты там варишь что ты готовишь тем более приберем мясо и это и в морозилке место не занимает и плюс готовый продукт в суп и хоть куда добавляешь я походу уже по второму кругу мысли прогоняю сейчас уже вечер простительно ну что друзья на этом мы будем заканчивать сегодняшний ролик спасибо что досмотрели его до конца хочу пожелать всем крепкого здоровья потому что сейчас осень иммунитет слабнет так что укрепляйте его кушайте как мы луковый суп беляши с мясом укрепляйте свой иммунитет и не болейте а я наконец-то выздоровела до конца Катя уже до конца выздоровела у нее голос восстановился так что у нас все хорошо работы впереди еще много так что будем снимать дальше новые серии ну а пока мы с вами прощаемся всем до скорого пока пока пока